Здравствуйте, всем добрый день, это КФУ Live, я его ведущий Роман Полинсков. Мы продолжаем серию прямых эфиров, посвященные приемной компании в КФУ 2022 года. Сегодня наша программа посвящена Институту дизайна и пространственных искусств. Вы, с вашего позволения, представлю гостей, которые сегодня у нас в студии находятся и ответят на ваши вопросы. Карина Рашидовна Набиулина, директор Института дизайна и пространственных искусств. Карина Рашидовна, доброго дня. Добрый день. Степан Викторович Новиков, заместитель директора по развитию. Степан Викторович, добрый день. Добрый день. И Альбина Ренатна Гайдук, заведующая кафедрой конструктивно-дизайнерского проектирования. Альбина Ренатна, вам тоже добрый день. Добрый день. Рады вас видеть в очередной раз в нашей студии. И у нас в гостях. Правила эфира у нас не меняются. Все так же есть заготовленные вопросы. Есть абитуриенты по ту сторону экрана, которые сейчас готовят свои вопросы. И будем надеяться, что зададут самые интересные из них. Начнем с того, что если я не ошибаюсь, то в этом году у вас в истории всего лишь второй прием. Да? Да, у нас все верно. У нас второй прием. И мы, конечно, очень рады встрече, потому что 15 июля у нас уже заканчивается прием документов именно в наш институт, поскольку мы готовим творческие направления подготовки. Впереди 19 и 20 их ждут экзамены. Основной поток. Об экзаменах мы еще поговорим. Сейчас просто небольшая такая разминка, чтобы речевой аппарат наш разогреть. Весьте с полей. Как дела в приемной компании? В приемной компании дела идут. Идут, они бегут даже, наверное, стоит сказать. Ребята активно подают заявления. Мы активно принимаем оригиналы. Все хорошо. Вопросы в духе, какие ЕГЭ надо сдавать, нужен ли иностранный, информатика и так далее, они у нас уже убраны на следующий год, потому что ЕГЭ уже все сдали, результаты свои получили. Сегодня будем говорить с вами, насколько я понимаю, из тех вопросов, которые уже подготовлены, по вступительным испытаниям и по магистратуре, которая вот скоро как раз-таки начнется и основная фаза приема, когда уже все дипломы вручат нашим бакалаврам, четвертому курсу. Давайте начнем по традиции, с вводного слова, коротко о том, о чем сегодня хотите рассказать. Друзья, мы очень рады сегодня встрече, потому что 15 июля мы закончим прием документов на наши творческие направления. 19-20 основной поток ждут творческие экзамены. И мы хотели бы, чтобы этот период и так бесконечно волнительный и для самих абитуриентов и для их родителей прошел в максимально комфортном режиме. Поэтому хотели бы рассказать немного и об опыте прошлого года, мы уже его знаем, и мы хотели бы минимизировать некоторые такие небольшие ошибки, чтобы всем было комфортно и самые достойные смогли поступить к нам в университет. Конечно же, безусловно, магистратура для нас тоже важна. Мы знаем, что многим бакалаврам еще не выдали дипломы, и основной наплыв заявлений у нас будет немного позднее, после вручения дипломов. Поэтому у нас интересная программа, у нас 4 мастерские с опытными дизайнерами, архитекторами, это разные направления, и я думаю, что это будет, безусловно, интересно. Степан Викторович, Альбина Винандовна, и что добавить к словам вашего прекрасного директора? Ну, хотелось бы отметить, что в магистратуру у нас еще появились дополнительные бюджетные места, то есть общее количество у нас на сегодняшний день 39 по двум направлениям. Это дизайн и пространственное искусство, и образование в сфере архитектуры и дизайна. То есть, и, конечно, у ребят большие шансы поступить на бюджет в этом году. Так что мы призываем обратить внимание на эти наши направления. Наверное, стоит отметить, что у нас есть бюджетные места еще и на бухгалавриат, там около 100 бюджетных мест, примерно столько же и на платное отделение. Что еще важно? Мы хотим отметить, что к нам поступают не только после школ, но еще и после колледжа, после СПО, профессионального образования, чему мы тоже несказанно рады. У нас есть ряд направлений, которые поддержат таких ребят. То есть, выражаясь молодежным сленгом, больше таким геймерским, за один год Институт дизайна и пространственных искусств прокачался настолько, что дали еще дополнительные бюджетные места, то что расширяется, да? Да. Мы рады, что большее количество... Еще один год. Некоторым университетам страны, может быть, мира не хватает даже и трех, чтобы показать себя. Здесь вот за такой короткий отрезок получилось, да? Да. Мы очень рады, что в этом году большему количеству талантливых ребят получится поступить к нам. Ну что же, талантливые ребята. Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы по ходу нашего прямого эфира ВКонтакте. Ну а мы переходим к тем вопросам, которые у нас уже есть, и начнем со вступительных испытаний. Расскажите, какие они в этом году, что нового, что изменилось, что ждать творческим ребятам 19 и 20 июля? Наверное, я об этом расскажу, как председатель комиссии. ЕГЭ у нас немного поменялись. В этом году у нас нет литературы. Ребята сдают следующий экзамен. На выбор они сдают либо общество знания, либо иностранный язык, либо историю. Один из трех — это ЕГЭ, который мы принимаем. Обязательно русский язык. И третий экзамен, который проходит либо в стенах нашего вуза, либо он проходит онлайн дистанционно в системе экзамус — это творческий экзамен-рисунок. Для ребят, которые поступают после ЭСПО, условия немножечко другие. Они также обязательно сдают русский язык, но на выбор у них два экзамена. Это либо общество знания, либо история искусств. Также они могут сдавать это все и дистанционно, и очно в рамках нашего вуза. Что еще? Я бы хотела некоторым опытом поделиться. У нас очень большое количество желающих, и мы видим уже сегодня, что придет большее количество людей, чем в прошлом году на творческий экзамен. Есть риск, что ребятам может быть некомфортно, очень тесно на наших площадях, которые отведены и оборудованы под проведение этого экзамена. Поэтому экзамен разбивается на два дня в этом году, на 19-е, число и 20-е, чтобы было максимально комфортно. Кроме того, скорее всего, это будет еще и два времени в каждые из дней. Но на сегодняшний день, кто в какой день и в какое время у нас дает экзамен, мы сказать не можем распределить. Мы можем это сделать, только закончив прием заявления. Это будет 15 июля. Но мы знаем, что ребята к нам поступают в основном очень ответственные и мотивированные. И уже сегодня они звонят и говорят, мы покупаем билеты, мы приедем с семьей, с поддержкой в Казань. И мы бы хотели сказать, что даже если вы покупаете билеты, все верно, лучше заранее это сделать. Но даже если так получается, что вы не в тот день, на который вы рассчитывали, будете распределены, то вы можете связаться с оператором по контактным номерам, прислать ему билет, например, на WhatsApp или на какой-то другой месседжер, который удобно. И нерешаемых, непоправимых вопросов, конечно же, нет. И я думаю, что наш оператор сможет вам помочь и перенести, поменяв вас с кем-то местами. Но хотелось бы, чтобы это было более организовано, чтобы не просто человек приезжал. Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы пойти ему на встречу и дать возможность проявить себя в рисунке. Но хотелось бы заранее, чтобы он предупредил наших коллег о времени своего приезда, если оно не совпадает с назначенным. То есть получается начинать все со слепой жеребьевки условной, где, предположим, 200 заявлений и по 50, получается, в 4 раза, 4 захода. То есть и там уже в зависимости от того, например, мне выпало то, что 19-го, а товарищу выпало там 20-го, а у него 20-го уже билет. Он думал, что он 19-го сдаст. То есть он, получается, дает билет и, предположим, мне могут позвонить и сказать, типа, мы вас поменяли местами, вам нетрудно это сделать, да? Да, я думаю, что это примерно вот такая схема, потому что мы максимально попробуем. Мы понимаем, что сегодня и так очень волнуются ребята. Поэтому пусть я почему-то говорю, что не нужно волноваться, если вдруг так произошло. Мы сделаем все возможное, чтобы этот период стал более комфортным. Но не стоит забывать про резервный день, наверное, да? Да. То есть есть какое-то форс-мажорное обстоятельство. Давайте еще расскажем ребятам о том, что 18-го числа у нас будет консультация в 4 часа дня, и на нее желательно бы прийти. Приходят ребята обязательно с паспортом. У нас консультация будет в очной форме на Карла Маркса 74, аудитория 138. Ребята, мы пустим только вас с паспортом. Родители останутся за воротами. К сожалению, мы пустить их не сможем. Если вы не имеете возможности прийти очно к нам, то мы подключаем по ссылке в Zoom. В Zoom она находится у вас в личном кабинете. И стоит отметить, что в вашем личном кабинете находится все расписание экзаменов. Там видны и даты, там видны и адреса. Испутаться невозможно. Это сделано специально для вашего удобства. Помимо просто вписанных дат, там еще и вложены файлы, которые можно открыть и еще раз надостовериться в расписании, в датах экзаменов. Резервный день у нас 25-го числа, 25-го июля. В 9 часов утра начинаются экзамены. И проходят они уже по другому адресу. Они проходят по адресу Кремлевская, 35. В личном кабинете и адресе даты также отображены. Но чтобы воспользоваться резервным днем, нужны основания. Да, конечно. И мы понимаем, что ребенок мог волноваться, могла сломаться машина и доехала на автобусе. Он все это должен написать и приложить заявление. И отправиться на почту приемсобачка.кпфу.ру. В течение пары дней его заявление рассмотрится, и его пригласят на экзамен. Замечательно. По вступительным встаниям получается рисунок. Есть еще какие-нибудь вступительные? Или только по рисунку получается к вам? Ребята у нас поступают по результатам ЕГЭ. Нет, про вступительные только. ЕГЭ мы не берем. Да, да, да. Вступительные еще есть и для ребят, которые после СПО, после училищ. Это внутренние экзамены, которые проходят в стенах, опять-таки, нашего вуза. И все эти экзамены видны в личном кабинете. Но из творческих у нас только рисунок. Один день. Продолжим тему рисунка. Прилетает нам вопрос в социальной сети во время нашего прямого эфира. Спрашивают, какие материалы нужно использовать на экзамене по рисунку? Какие материалы нужно приносить? Сколько времени дают на рисунок? Три вопроса сразу. Давайте по порядку. Начнем. Какие материалы можно использовать на экзамене? На экзамен наш абитуриент должен прийти с карандашами разной мягкости и твердости, ластик, скотч для закрепления листа, возможно, это кнопки. Если у него есть любимый планшет, он может прийти со своим планшетом. Если у него нет планшета, мы ему выдадим планшет. Конечно же, нужно взять бутылочку воды и легкий перекус, потому что экзамен длится с 9 утра до 2 часов дня. Лист, на котором будет наш абитуриент выполнять задание, мы выдаем сами. Так, ну, какие материалы нужно приносить, это уже ответили. И сколько времени дают на рисунок? Это получается нелегкими вычислениями. 2 часа дня минус 9 часов утра. Это получается... Как тяжело бы мне дают жить. 5 часов. 5 часов, большое спасибо. И я бы хотела еще уточнить, куда нужно приходить. Потому что некоторое время назад мы повесили объявление о том, что основной поток к нам придет именно на Карла Маркс 74. Там очень просторные площади, там прекрасный свет, и поэтому для ребят там будет наиболее комфортно. Это здание Института фундаментальной медицины и биологии. Верно. Еще мы очень просим ребят обязательно приходить с паспортом. Без паспорта, к сожалению, мы допустить до экзамена не имеем права. Хорошо. Что же, продолжаем дальше по вопросам. Следующий звучит так. Есть ли возможность поступить по квоте целевого приема? Да, конечно. У нас есть такие места, и на трех специальностях у нас есть места. На архитектурном пространстве у нас два льготных места. По целевому обучению дизайн интерьера предметный промышленный дизайн также два места. И на заводной форме обучения на дизайне интерьера шесть мест, целевых мест. Следующий вопрос. Есть ли у вас подготовительные курсы для поступающих? Я так понимаю, сюда можно включать и не только консультацию, которая пройдет 18 июля. По консультации в конце этого вопроса поговорим. Есть ли еще что-нибудь помимо этого? У нас есть курсы, да. У нас есть школа искусства, ее возглавляет Эльза Эльдаруна Баширова. Ее курсы сегодня очень популярны. У нас на сайте есть номер администратора, который записывает на эти курсы. Вот они проходят и в онлайн формате, и в очном формате. Насколько я знаю, сейчас группа идет. Будут ли еще наборы в эту группу? Потому что времени осталось совсем мало. Думаю, что лучше уточнить у нашего администратора. Ну а в группе ВКонтакте, может, какие-нибудь отдельные посты с советами? У нас есть сайт, то есть если переключиться на телеграм-канал, либо в инстаграм-канал старый, там тоже есть ссылка на наш сайт. И там есть 5 правил, как успешно сдать рисунок. Мы сделали гайд. Да. То есть, в принципе, очень хороший отзыв по нему приходит. Да, он оказался очень популярным. Замечательно. Это только радует. И по консультации. Вот о чем там будет говориться? Что именно на консультации? Консультация по творческому экзамену, да, ведь имеется в виду? Да, 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 18 июля. Мы будем рассказывать о правилах проведения экзамена, о технике и расскажем о критериях оценивания непосредственно самой работы, которую выполняет абитуриент. Хорошо. Что ж, продолжаем дальше по вопросам. Теперь переходим к магистратуре. Расскажите, пожалуйста, про программы магистратуры. Давайте, да, я об этом расскажу. У нас, как я уже сказал, две программы. Это дизайн и пространственное искусство и образование в сфере дизайна и архитектуры. Первая программа на нее у нас, если я не ошибаюсь, 29 бюджетных мест. Верно, 29. Она включает в себя такое знание в сфере исследовательской деятельности и практикоориентированной деятельности. То есть мы совмещаем исследования в сфере архитектуры, дизайна, на искусствоведение, стилистик, на различных виртуальной реальности, каких-то современных цифровых технологий. В сфере пространственных искусств. Что такое пространственное искусство? Это, конечно, архитектура, это и различные программирования, виртуальные миры, к этому тоже можно отнести. И делается, выполняется некая работа, диссертационное исследование, и с выхлопом на практику. Сам студент закрепляется за лабораторией. То есть это такой наш ноу-хау. За лабораторией либо вычислительного дизайна, либо в лаборатории, где исследуется и ведется работа в сфере архитектурного наследия. Либо это могут быть какие-то исследовательские работы и практика, ориентированные в лаборатории Альбина Ренатна. Это лаборатория звука и света шкала. И также мы, конечно, планируем еще внедрять наши работы, магистров в нашем технопарке, в креативном технопарке, который у нас создался, чтобы сразу магистр мог выполнить уже такой творческий продукт, произвести его, создать прототипы, если это необходимо, если эта работа будет связана с дизайном мебели, например, то есть предметным дизайном, и сразу внедрять это на производство. То есть у нас в таком плане мы хотим вести магистратуру. Из-за этого и название такое, оно такое обширное достаточно, но внутри него каждый магистрант сможет найти себя. Второе направление – это образование в сфере архитектуры и дизайна. В общем-то они где-то будут пересекаться, и также они будут взаимодействовать с лабораториями. Непосредственно они будут связаны еще со школой искусств. То есть у нас магистр сможет, в общем-то, уже и как-то подработать в нашей школе, потому что наша школа сейчас набирает обороты, запускаются новые направления для различных возрастов, и магистр уже сразу сможет попробовать себя в качестве педагога в сфере архитектуры и дизайна. Вообще это новое направление, нам интересно, насколько будет на него спрос, потому что, собственно, в этой сфере архитектуры и дизайна преподаватели как таковых, наверное, учат, но, во-первых, магистратуру таких мы, по крайней мере, не наблюдали. Во-вторых, у нас преподаватели в основном архитекторы, в том числе и практикующие. То есть мы будем обучать на педагогов. Понятно, что это могут быть и практикующие специалисты именно в сфере архитектуры и дизайна. Хорошо, продолжим по магистратуре. Есть ли в магистратуре заочная или дистанционная форма обучения? К сожалению, у нас не предусмотрено, но мы все-таки магистратура — это индивидуальный подход. И по согласованию со своим руководителем, пройдя заранее собеседование, мы можем подобрать очень комфортный индивидуальный график обучения, но в рамках, конечно, заявленного, утвержденного учебного плана. Потому что мы, конечно, прекрасно понимаем, что в магистратуру идут уже созревшие люди, имеющие определенный опыт, и, конечно, самым талантливым мы предоставим такую вот возможность. Но мы пригласим на собеседование и заранее можем обговорить этот вопрос. Но по государственному образовательному стандарту заочная форма обучения у нас и дистанционной не предусмотрена. Также я бы хотела отметить, что в магистратуре для нас очень важен научно-прикладной аспект. И после окончания магистратуры двери и возможности открыты. При нашем Институте дизайна и пространственных искусств создан диссертационный совет. Он начинает свою работу с 1 сентября. Поэтому есть возможность, успешно окончив магистратуру или обучаясь в магистратуре, уже начинать свою научную работу с прицелом защиты диссертации. Кроме того, прикладной аспект обеспечен тем, что преподаватели у нас, конечно, очень достойные. Они не только ученые, не только кандидаты, доктора наук, но они практикующие, архитекторы, дизайнеры, искусствоведы известные. Для нас это важно. Вообще люди – это самая главная ценность нашего института. И это, как правило, очень компетентные люди и очень известные в своей сфере специалисты. Вернемся к первому вопросу про вступительные испытания. Про бакалавр поговорили. Магистр, как поступить? Что делать нужно? Для магистров у нас условия немножечко другие. Мы знаем, что они получают свои диплом бакалаврятов чуточку позже. Поэтому срок приема документов до 28 июля. В августе уже начинаются экзамены. Сроки экзаменов у нас также вложены на сайте. Что мы тут просим у наших абитуриентов, будущих магистров, которые к нам поступают? Первое – это мотивационное письмо, которым они должны описать все аспекты, почему они хотят учиться именно на этом направлении, почему они хотят учиться именно у нас. И, конечно же, они должны рассказать, что их увлекает. Мы должны понять, чем живет этот человек и как мы будем с ним взаимодействовать. И, конечно же, это собеседование. Собеседование, которое проводят наши преподаватели, знакомиться с будущим магистром и также готовить какие-то свои будущие взгляды на этого человека. Потому что нам нужно составить индивидуальную образовательную траекторию. Каждый магистр у нас уникальный, у каждого своя программа. Поэтому у нас такой многоступенчатый этап отбора. Ну и стоит отметить… Это как бета-тест устройство на работу. Да. Откликнись на наше резюме, напиши, почему ты хочешь. Не просто «я хочу», а вот именно «почему именно». Мы хотим, чтобы у нас учились лучшие ребята. Мы хотим создать очень интересные группы, интересные в плане творческого состава. И хотим отметить, что у нас 39 бюджетных мест. Достаточно большое количество, и эти ребята должны быть самыми-самыми. Что на бакалавриат, что на магистратуру, для нас очень важно не количество, хотя, безусловно, у нас мы видим уже спрос очень серьезный в рамках подных заявлений. Мы хотели бы качественно, конечно, в первую очередь строить наш коллектив, наше сообщество и набирать студентов. Для нас важны как баллы ЕГЭ, ну и в первую очередь важны результаты творческого экзамена. Поэтому набор будет, конечно, ограничен. Ну, хотелось бы, да, чтобы когда ребята к нам приходят, у них уже эссе, собеседование, чтобы у них были какие-то идеи, мысли и желания, в чем они себя хотят попробовать, либо что они хотят сделать, ну, я не знаю, как хотят изменить этот мир. И уже главное, чтобы была вот эта цель и идея. То есть такой горящий глаз должен быть. И уже в рамках магистратуры мы эти мысли развиваем и направляем студентов в нужном направлении. Честно говоря, вы вот верно сказали, что нашему институту один год, но у нас уже очень серьезные обороты набраны. Каждый год мы увеличиваем свой контингент, у нас становится все больше студентов, и нам нужны очень достойные преподаватели. Поэтому мы понимаем, что для нас важна магистратура еще в том числе, чтобы многие обучающиеся сегодня через какое-то время могли у нас преподавать, разделяя с нами ценности и обладая определенным уровнем профессионализма. Хорошо, вернемся в социальную сеть ВКонтакте. Пришел очень интересный вопрос, точнее два интересных вопроса. Я думаю, все-таки надо попробовать на него ответить. Курсы подготовки к ЕГЭ проводят преподаватели КФУ? И есть ли какие-то привилегии при поступлении у окончивших эти курсы? Про ЕГЭ нам, к сожалению, неизвестно, потому что мы курируем лишь творческое направление и творческие экзамены, поэтому не сможем ответить на этот вопрос. Но у тех ребят, кто заканчивает курсы и получает творческие навыки, я думаю, что у них рука поставлена очень хорошо, достойно, и эти навыки им, безусловно, пригодятся. Ну, то есть, такое грубое слово в данном случае, привилегии, оно неприменимо ни к ЕГЭ, ни к творческому. Ну, у нас в документе... То есть, не то, что, например, вот этот товарищ у меня проходил курсы, и я сижу еще в приемной комиссии, смотрю, ну, я ему 5 баллов сверху накину, то есть такого нет. У нас не предусмотрено. Ни в коем случае. Все ребята имеют равные права. Отлично. Вернемся к вопросам, которые у нас заготовлены. Возможно ли поступить в ваш институт после окончания колледжа? Да, конечно. Что нужно для этого сделать? Мы рассказывали ранее о экзаменах, которые у нас ребята сдают. Тут они у нас дают внутренние экзамены. Они сдают либо общество знаний, либо истории искусств. И также они сдают рисунок, творческий экзамен, рисунок, и русский язык. Русский язык внутренний, не ЕГЭ. Внутренний. Внутренний. У них нет ЕГЭ, у них только внутренние экзамены. Хорошо, продолжаем. Осталось не так много вопросов. Следующий. Какие возможности трудоустройства есть у ваших выпускников? Во-первых, мы уже, в частности магистров, мы пытаемся уже трудоустраивать в рамках наших лабораторий. Так или иначе привлекать к реальным проектам в сфере дизайна, архитектуры. У бакалавров, конечно же, такие же есть возможности, но они все-таки еще маленькие. Мы их не так привлекаем к себе. Трудоустройство – это в дизайнерские компании, в рекламные агентства, в архитектурные фирмы, в архитектурно-строительные фирмы, работа в сфере благоустройства, общественных пространств. То есть все сферы дизайна, в том числе моушн-дизайн у нас есть. Графический. Графический дизайн. Да, они могут делать собственные проекты в сфере анимации, мультимедиа, они могут делать проекты, связанные с созданием игр, спецэффектов для кино, для мультфильмов и для рекламных, конечно. Малые архитектурные формы, мебель, то есть вот все это. Создавать бренды для компаний. То есть очень много ребят, кто занимается творчеством, кто работает в сфере креативных индустрий. И я бы хотела отметить, что, конечно, речь идет не только о выпускниках, потому что уже начиная со второго, с третьего курса, ребята могут совмещать какие-то свои собственные творческие проекты, либо коммерциализировать, начинать то, что они делают в рамках обучения. Ну вот здесь хотелось зацепиться за выражение, то, что бакалавры, они еще маленькие. Хотя испол... Первый, второй курс мы тоже называем малышами у нас здесь на кафере телепроизводства цифровой коммуникации. Но ему не мешает, например, если он, как говорят, умный не по годам, в данном случае талантливый и не по годам, с первого курса начать уже как-то работать. Да, особенно если это ребята после СПО. То есть у нас достаточно много в этом году уже учатся, и мы их тоже на отдельные треки ставим, и с ними мы уже делаем реальные проекты. То есть, да. Говоря про СПО, прилетает вопрос в социальной сети. Как проходит экзамен по истории искусства? Как распределяются вопросы? По истории искусства у нас экзамен разделен на два блока. Первый блок — это тестирование, которое стоит из 25 вопросов. Вопросы касаются искусства, архитектуры и все, что связано с изобразительным искусством. Второй блок — это блок творческий, где наш абитуриент должен описать произведение искусства по заданной схеме. То есть там будут прописаны вопросы, он должен на них отвечать и уметь излагать свои мысли. Спасибо. Что же, у нас остался последний вопрос. Вопрос даже, можно сказать, наверное, мотивационный. Здесь надо рассматривать его не в плане конкуренции с другими институтами Казанского федерального университета. Это ваш институт покажет уже во внутренней жизни студенчества. То есть тут весна, какие-то спортивные, где вот наконец-таки вас ждем. Звучит вопрос следующим образом. Почему вы можете посоветовать для поступления именно в ваш институт? Почему? К нам? Да. Ну, потому что у нас наш институт новый, молодой, и мы считаем, что это наше достоинство. Потому что век, когда все меняется, все так, скажем, нестабильно, мы достаточно гибкие. Мы все практически практики. Нас поддерживают наши мэтры, скажем так, и профессуры, что дает нам уверенности в себе. И мы даем новые современные знания, которые дадут запас ребятам на ближайшее будущее. То есть мы не даем устарелых знаний. То есть мы даем знания, которые в будущее идут. И мы сами продолжаем учиться вместе с ними. Мне кажется, это вот наше достоинство главное. Первые 33,3% этого ответа мы уже услышали. Альбина Винандовна, ваша версия? Мы обладаем совершенно... Не версией, а аргументом, по правилу, если ваше позволение. Да, новым технологическим оборудованием, которое уникально для России. И мы знаем, что в других вузах его просто нет. Поэтому все наши ребята, которые проходят через лабораторию и пользуются этим оборудованием, также получают уникальные знания. Я думаю, что это главное преимущество, одно из главных преимуществ, которое именно в нашем институте поддерживается. Хорошо. Карина Рашидовна, вам выпала честь добить абитуриентов, поставить последние проценты, чтобы было 100%. Почему именно в Институт дизайна и пространственных искусств? На мой взгляд, их привлекает квалификация и компетентность наших преподавателей. И мы уделяем большое внимание и вкладываем очень много различных ресурсов в то, чтобы поддерживать преподавателей, их мотивировать, обучать, направлять на лучшие мероприятия в сфере архитектуры и дизайна, которые проходят в мире. На то, чтобы они раскрывали свой потенциал. То, чтобы их инициативы находили поддержку и могли быть реализованы. Потому что большое удовольствие видеть счастливых людей вокруг, которые увлечены своей работой и готовы делиться этим со студентами. Своими навыками, опытом. И это, на мой взгляд, очень ценно, что наша именно команда, наш коллектив. Замечательно. На этом у нас вопросы подошли к концу. Надеюсь, что последние все-таки смогли замотивировать студентов. Но все-таки перед окончанием эфира пару слов абитуриентам. Пожелания, предложения и все остальное. Как не волноваться, к чему готовиться. Еще раз, так сказать, подведем итоги. Пожалуйста. Кто начнет? Я, наверное, как председатель приемной комиссии скажу. Ребята, я вас встречаю. Я вас вижу. Мы каждый день с вами встречаемся в приемной комиссии. Я вижу взволнованные ваши глаза. Ваших родителей, которые беспокоятся о том, как пройдет экзамен. Ваши вопросы, которые мне свепятся и на телефон, и вживую. Я хочу вам сказать, что волноваться не нужно. Нужно всегда твердо идти к своей какой-то намеченной цели. Добиваться ее и ничего не бояться. Спасибо. Степан Викторович. Ну, я, наверное, ребятам пожелаю, конечно, спокойствия, уверенности в себе и думать о том, что будет у вас через год. Вот я буквально вернулся из лагеря. Мы организовали такой арт-кампус в лагере Буревестников совместно с Елабужским институтом. И вот уже вывезли 60 первокурсников в этот лагерь. И, собственно, вот так уже после тяжелого трудового года для всех нас, для ребят, мы, в общем-то, так хорошо отдыхаем, обучаемся. Как раз-таки исследуем город Елабуга. То есть мы уезжаем еще в Елабугу. Я вам хочу пожелать, думайте вот о том, что вас ожидают, какие возможности, перспективы. Прекрасная компания преподавателей и абитуриентов. Замотивированный у нас очень первый курс, который набрали. Я думаю, вы все удачно вольетесь в нашу такую большую дружную семью. И ДИПИ, как мы ее сейчас называем. Хорошо, Калина Орширна, уже по традиции добиваема. Я бы хотела пожелать ребятам смелости. Ставить амбициозные цели, идти к ним во что бы то ни стало. Ну и, конечно, получать удовольствие от процесса. Мы все занимаемся творчеством. Но иногда мы видим, что творческие ребята, они немного недооценивают себя и скромничают. Вот я бы хотела сказать, будьте смелее, друзья. Все получится, мечты исполняются. Кайфуйте, жизнь одна, да, как говорится. Что же, на этом мы заканчиваем наш прямой эфир. Большое спасибо, что нашли время к нам прийти. Увидимся уже мы с вами, скорее всего, в следующем году, если я не ошибаюсь по графику. Но надеюсь, что ваша приемная кампания пройдет замечательно, получше, чем был первый год. Ну, разумеется, у вас в этом году больше мест. Так что вам только успехов. И надеемся, что новые первокурсники и на магистратуре, и на бакалавре вас не разочаруют, а наоборот, будут только радовать. Ну и наша программа продолжит вас радовать. Пока приемная кампания еще работает, мы тоже с ней вместе работаем. Так что обязательно следите за графиком прямых эфиров. Подключайтесь к тому эфиру, который вам больше интересен, где ваш институт будет выступать. На этом все. Это был КФУ Live для Института дизайна и пространственных искусств. Увидимся, услышимся. До новых встреч. Пока.